Приветствую вас. По вашему вопросу есть, значит, три момента, которые я хотел бы озвучить. Три. Номер первый заключается в том, что вы по какой-то причине выбрали себе девушку старше вас на семь лет. Именно по какой-то причине. То есть тот факт, что девушка старше вас и старше вас на семь лет, это, ну, достаточно серьезно и может быть связано с тем, что у вас есть проблемы с детско-родительными отношениями. Или в детско-родительских отношениях есть проблемы. Вот. То есть это всегда про родителя, всегда про отношения с родителями. То, что женщины старше и так далее. Вот. То есть, конечно, если это прямо не мешает, то почему бы и нет, да? То есть никаких проблем нет с этим. Вот. Но все же не мешало бы подкорректировать этот аспект. Дальше. Значит, если женщина не готова, значит, ждать вас, ждать своего мужчину, и вам нужно спешить, чтобы она не ушла, и она... вам откровенно говорит о том, что уйдет. Вот. А значит, если это так, то вопрос, а любит ли она вас? То есть, понимаете, вот, вся эта история о том, что она верит все слабее, все тяжелее ей в меня верить, вся эта история, она... Ну, не имеет на самом деле никакого отношения к любви. Потому что она, вступая с вами в отношения, знала, что вам нужно время для того, чтобы встать на ноги. вам необходима, ну, вам необходима фора. Вот. И она, если бы хотела быть именно с вами, да, она бы обязательно подождала бы, да, вас. Ну, чтобы вы не спешили, все спокойненько сделали, вот. И, собственно, все было бы. Хорошо, что она этого не делает. Соответственно, вопрос встает о ее отношении к вам. Какое оно, это отношение к вам, и стоит ли вообще за такую женщину держаться. То есть, мы знали вам женщину, которая не готова вас ждать. Вот. И, соответственно, насколько вы любите, насколько вы любите и цените себя сами, что позволяете ей так к себе относиться. И нет ли у вас зависимости от нее, что, вообще-то говоря, была довольно часто в такой ситуации. Вот. Значит, дальше, следующий аспект, следующий момент, это вы пишите о том, что она, по вашему мнению, совершит глупость, какую-то глупость совершит. Ну, которая, собственно, о которой будет жалеть потом, как вы говорите. Вот. Здесь, опять же, непонятно. Ну, если человек хочет совершить глупость, если человек хочет попробовать, то почему бы вам не дать ему, в данном случае ей, это сделать? Вот. То есть, почему бы не дать ей сделать эту глупость? Понимаете? Какая история? То есть, что плохого в том, да? Что плохого в том? Что бы она сделала глупость? Ну, попробовать. Ага. Значит, что-то для себя новое. Или вы будете жалеть о том, что она сделает? Или вы будете переживать о том, что она, например, вам изменит, или будет встречаться с другим? Или, может быть, проблема в том, что вы боитесь, там, чего-то. Боитесь того, что она... Ну, значит, вы боитесь, что не примите её, например, или ревнуете её, не хотите отпускать и так далее. Но, опять же, если вы её любите, то человеку нужно дать возможность, да? Ну, соответственно, делать то, что он хочет. Если она хочет уйти, пусть и уходит. То есть, вы для кого делаете? Вот. То, что делается. Для неё или для себя? Понимаете? В какой момент? Ну, это, в общем и целом, очень важно. Да? То есть, если вы по своей причине какой-то не готовы её отпустить. Это одно. Если вы за неё переживаете, да? То есть, то вы здесь выступаете для неё родителем. Что, в общем, тоже не является чем-то правильным, чем-то адекватным. Вот. Потому что, ну, вы же для неё не родитель. Вот. То есть, необходимо рассмотреть более подробно, что вы понимаете под вот этим вот самым, значит, термином, глупые. А надо совершить глупые поступки. Вот кто, как это вообще вам сказал, да? То есть, откуда вы это взялись? Вот. И вот из исследования этих трёх аспектов и будет формироваться ответ на ваш вопрос. То есть, чем сильнее вы её будете удерживать, чем сильнее вы будете её держать, тем сильнее ей будет хотеться оплачивать. Потому что она будет чувствовать, что вы её пытаетесь просто-напросто удержать. Аааа, двадцати... шести летняя женщина уже, ну, не очень это любит. Вот. Другое дело, что о любви там, в принципе, речи быть не может. То есть, вы говорите, что ей нужна семья там и так далее, но если она вас любит, то семья-то нужна с вами. Аааа, так получается, что семья ей нужна просто, чтоб была. Ну и какое место тогда вы занимаете в её жизни. Понимаете, какая история. Вот так. Об этом я рекомендую вам подумать. На этом всё. Надеюсь, допомогу вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи!